Приветствую вас, Леонид. Ситуация, которую вы описываете, на мой взгляд, весьма интересна и любопытна. Давайте мы сейчас потихонечку разберем ваш текст, я буду его читать и задавать какие-то комментарии. Итак, у меня вопрос. Как можно принять свои невдержанность и агрессию как теневой аспект? Ну, во-первых, наверное, стоит сказать сразу, что у вас здесь есть негативный заряд на то, что это теневой аспект. Почему-то невдержанность и агрессия здесь воспринимается как теневой аспект. Это по сути, ну, мне видится как, знаете, своего рода замещение, да? То есть кто-то считает это недостатком, а вот, например, кто-то считает это недостатком, ну, вот, что вы называете теневым аспектом, к примеру. А, допустим, кто-то менее интеллектуальный, скажем, и менее образованный, чем вы считаете, что это недостатки. Но мне по большому счету кажется, что, чтобы принять это, ну, по крайней мере, сделать, ну, какие-то шаги в сторону того, чтобы это принять, нужно отказаться от идеи называния этого теневым аспектом, потому что это не теневой аспект, это, да, счастье вас. У каждого человека есть такая вот несдержанность, и у каждого человека есть агрессивность. Это нормально, как мне видится, это нормально, как мне представляется, потому что связано с вполне естественными процессами в психике человека. Вот, поэтому я бы сказал так, что вам не видится ваша агрессивность, извеженность, как счастье вас, она вам не видится. Ну, так вот, она видится как что-то негативное, несмотря на то, что вы говорите, что, ну, пережили те моменты, которые у вас были в семье. Ну, то есть мы, я имею в виду, пережили те моменты, которые у вас были, ну, например, с родителями, да, то есть вот те аспекты, которые у вас наблюдали. Что такое, что такое несдержанность, 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 что-то, если вот так вот очень общо сказать, это не до чего-то. То есть когда вы не до, там, чего-то себе не додаете, к примеру. А вот, тогда придаем в несдержанность, потому что я несдержанность из-за того, что мне вот хочется, там, того или иного. Ну, например, вот, то есть такая вот история здесь, на мой взгляд, возникает. Зачем нужно посмотреть, чего вам хочется, и, соответственно, постараться, попытаться себе это давать. Вот, это первое. То есть несдержанность, это больше про такой момент. Нездержанность, это больше про момент, связанный с тем, что вы сами у себя отбираете, к примеру. Нездержанность, это про то, что вы сами себе запрещаете, к примеру. И, как видите, в качестве компенсации, вот, появляется несдержанность. Вот. На мой взгляд, это, ну, вот, вполне себе нормальная история абсолютно. И мне кажется, что вам обязательно обратить внимание на то, чего вы хотите, то, чего вы хотите. Что касается агрессии, то это защита. Это реакция, причем, вполне, вполне естественная, вполне естественная реакция на угрозы, которых, которые, которые, ну, которые ощущаются вами, например. Когда вы сталкиваетесь, например, с реальностью, вот. И способ реагировать на эти угрозы, как правило один, это агрессирование. И мне кажется, таким образом, что абсолютно это нормально. Вам нужно, ну, вы не принимаете в себе то, что нужно себя защищать. Причем не только себя защищать, да, но и кого-то из своих близких, ну, близких, например. Вот. Из-за подобных, как мне кажется, запретов, из-за подобных, как мне кажется, моментов, и появляются такие вот конфликты, которыми вы банально не знаете, что делать. Вот. Потому что, ну, сколько раз высталкивались с тем, что, может быть, считалось, с негативным, там, проявлять агрессию, проявлять нетерпение где-то и так далее. Хотя это абсолютно нормально. Поэтому нужно включать в ваш способ жить. Незвиженность и агрессию. Естественно, в приемлемых, неразрушительных формах, но справа нужно ее себе позволить. Справа нужно научиться их проживать. Вот. Делать это лучше всего на психотерапевтических сессиях. Вот. Когда, допустим, вы можете в абсолютной безопасности с психологом, вот, чувствовать, чувствовать, чувствовать и ощущать то, что с вами происходит. По сути. Вот. Ну и для этого, как мне кажется, придется отказаться от некого образа, вашего образа себя, которым вы должны быть. Я бы сказал, что вот здесь все упирается в то, что вы не принимаете себя другим, точнее не принимаете в себе. То, что не укладывается, вот, в ваш привычный образ восприятия себя. То есть я, наверное, должен быть, не должен быть, там, не сдержанным, я не должен быть, там, агрессивным, да, я не должен быть каким-то, я не должен быть совсем этим. Я должен быть другим, я должен быть другим, говорить о вы, по сути. Вот. И, соответственно, это моментально, моментально дает определенные сложности и моментально дает определенные проблемы. В частности, это вот борьбу, ну, внутреннюю борьбу с собой, вот. То есть я буду, я буду стараться сохранить образ себя, даже, там, ценой нарушения своих личных границ. Вот. напряжение, вот, то вам будет уже легче в реальной жизни выражать свои чувства, выражать свои эмоции, мнения вот таким разрушительным способом, вот, который есть сейчас у вас. Это довольно важный момент, потому что сейчас у вас все бурлит невысказанности, да, невыраженности у вас все сейчас бурлит от обид, от эмоций, это понятно, потому что все это внутри вас находится, все это находится в подавленном состоянии. Дальше вы пишите следующее. Сейчас начал проблематовать свои темные стороны, жизнь подкидывайте, живые сложности. Ну, здесь у вас опять идет негативный налет на различные стороны своей личности, вы называете их темными, хотя, повторюсь, они амбивалентными, их нет, как бы, нет такого, того, что есть какие-то темные стороны, какие-то светлые стороны, это все вопрос концепции, вопрос концепции, понимаете, если вы себя всю жизнь сдерживали или если вы чего-то не дополучили, то это совершенно не значит, что у вас вот есть какие-то темные стороны, о которых вот вы так вот говорите, да. Ну, совершенно как бы это не означает, вот, поэтому тут, как бы, момент на мой, ну, момент на мой взгляд такой, вот. Дальше. Впрочем. Совершенно, совершенно нормально и логично, как мне кажется, что, когда вы начинаете себя познавать, вот, совершенно нормально и логично, что когда вы начинаете себя познавать, появляется сложность. А психотерапия вообще не делает жизнь человека проще. Психотерапия делает жизнь человека сложнее, вот. Но в то же время делает ее более искренне и более аутентично, я бы так сказал. Поэтому, вот, очень важно вам этот момент учитывать обязательно. Если вы хотите, конечно, реально, значит, вот, свою жизнь поменять. Да? Вот. Понимаете, да? Что я могу? Дальше. Совершенно, на самом деле, я понимаю, как раз для принятия своих сторон, тогда как ранее я понимаю, что как раз для принятия своих сторон, тогда как ранее я принимаю решение. Я не могу здесь с вами сто процентов, как бы, согласиться, вот. так, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, не всегда сложности связаны с тем, что бы вы приняли, вот, какие-то свои стороны, вот, чаще всего сложности даются человеку. Значит, ну, для того, и потому, точнее, что, ну, возникает какой-то, вот, новый опыт и, соответственно, человек оказывается в ситуациях, с которыми ранее он не был знаком, скажем так. Вот. Поэтому тут, как бы, ну, такой момент, на мой взгляд. И попытка, попытка найти какой-то смысл, да, вот, ну, вот, в том, что у вас появились сложности, да. Я, ну, на мой взгляд, какого-либо смысла не имею, мне так, по крайней мере, по крайней мере, кажется. Вот. Поэтому тут я просто, вот, говорю о природе своей страны, конечно, говорю о природе проблем. Говорить о том, что в детстве мне много не позволялось пристегалась, это не смысл, так это уже забрал по кусочкам, понял? Ну, ну, теперь веду работу над принятием того, чтобы вытеснено и на смысл именно на недержанность, которую я не принимаю в себе и так же представляю в других. Ну, я бы не сказал, что недержанность, это что-то вытесненное, я бы сказал, что недержанность, это скорее следствие, это скорее следствие. Но не... Ага. Ну, ну... Но не... А... То, что вытесненное, потому что все-таки, как бы, ну, выше, да, немножко разные. Вот. На мой взгляд. И... Как я надеюсь, вы уже поняли. Вот. А... Причинность, следственная связь, немножко другая. Дальше. Например. Такой ситуация, когда идет нагло, я ровнирую на меня в компании, где мы собираемся со всеми бусинами. Я в утренний году, но чтобы с границами выглядеть необычно, просто могу промолчать. Так, если начать обучать, могу претенокрыть, кстати, можно прийти в приставку, где могу, и заехать по мордену. Потом отношения рухнут, как мне кажется. Я потерял лицо, а в итоге сейчас приходится мириться с разрушением своих границ, но отстаивать их корректно не получается. Все-таки, конечно, намного достаточно, достаточно специально. Ну, давайте попробуем попарать. Итак. Первое. Ситуация, когда идет наглое ирония. Ситуация, когда вас как-то задевал. задевает. Это первое. Как вас эта ситуация задевает? Чем она вас задевает? Нужно понимать, что существует условно две плоскости, в которых происходит принятие и непринятие того, что вам условно говорят. Да? Вот. Существует именно что несколько плоскостей. Первая плоскость – это плоскость личная, вторая плоскость – это плоскость ценностей. Что это значит? Это значит достаточно простую историю, что наглое ирония нарушит ваше представление о себе. То есть вас задевает. Вот. Вас это задевает, вам это, соответственно, неприятно. Вот. И у вас начинает, как вы говорите, кипять. Что называется? Почему кипит? Потому что вас это задевает. Ключевой момент. Вас это задевает, вас это напрягает, это рушит ваше представление о себе. Это важный момент. Другой момент. Другой момент. И другая ситуация происходит, когда люди просто говорят то, что вам неприятно. Когда люди просто говорят то, что вам неприемлемо, то, что не укладывается в ваше… к примеру, системы ценностей. И это уже немножко другая история. Поэтому сперва нужно разобраться, как вас задевают наглое ирония. Как вы говорите. А дальше уже смотреть, что для вас следует приемлемо или неприемлемо. Разница колоссальная. как правило. Поэтому здесь ваша реакция на наглую иронию крайне важно. и крайне важно, чтобы вы и оценовали, как вас это задевает. Дальше. Внутренне я негодую. Негодую. То есть хочу себя защитить. Но почему-то вы думаете, что если вы вступите в Перепарку или, значит, как-то еще, то вы себя защитите. Да нет. Никакой, ну, никакой защиты не будет. Ну, я говорю, себя. Себя вы не защитите. Потому что борьба идет, ну, вот, вас с самим собой. Да? А не с кем-то другим. Пытались что-то доказать кому-то. Вы надеетесь выиграть эту борьбу с самим собой. Но правда заключается в том, что, вот, как бы, не докажется. Не получится вам что-то доказать именно по той простой причине, что борьба идет внутри вас. Вот. Понимаете, да? Что я здесь имею в виду? А вы, вот, внутреннюю борьбу не замечаете. Переносая ее в плоскость взаимодействия с другим человеком. К сожалению, это крайний проигрышный путь. Дальше. Чтобы сохранить лицо. Это как раз таки то, о чем я говорил. Лаше представление о себе. Я не могу и не должен потерять лицо. Да? Такая история. Если я потеряю лицо, то, значит, что, собственно, вообще говоря, будет? Что произойдет? Если я потеряю лицо. Что случится? Если я потеряю лицо. Важный момент. Важный момент. Важный момент. Так важно. Вот. Определить для себя. Мне лицо сохранить нужно, потому что это я, или потому что так, извините, должно быть. Вот это очень важный момент. Так должно быть. Или я хочу сохранить свое лицо. Там, потому что, ну вот, мне это важно. К примеру. Да? Ну, допустим. И дальше. То есть, момент здесь. Такой. И вам нужно ответить себе на этот вопрос. Что вас мотивирует? Пытаться сохранить свой лицо. Дальше. Так. Оооо. Значит, скандалец выглядит неадекватно. Это, опять же, больше про так называемую селф-парадику. Когда человек пытается быть не совсем тем, кто он есть. Потому что вы так пытаетесь сохранить лицо. Что? Как раз таки. Как раз таки. Как раз таки. Загнали себя в угол, вот. Ооо. Ооо. Такого. Такой постоянной борьбы. Ооо. Такого, такого постоянного, ну, словно говоря, там. Негатива. Так. И уже не совсем. Ооо. Понятно. Но вы это не вы. Хотите вы. Не хотите вы. Там. Ооо. Чего вы хотите и так далее. Чем так важно от сохранения вашего лица. Лица, например. И так далее. Дальше. Ооо. Значит. Ооо. Так. Ооо. Значит. Ооо. Я договорно могу, так если не отвечать, могу прийти на клик, сдаться, может прийти в припалку, где я могу из-за их там вот. То есть, ну, как бы. Уже. Ооо. Все это доходит до некого такого. Ооо. Экстремального. Ооо. Ооо. Уровня. Все отношения рухнут, как мне кажется. Я повторяю лица в итоге сейчас приходит смириться с разрушением своих границ. Но оставаться корректно не получат. Нужно учиться. Это психотерапия. Иногда бывает, когда я могу рассмотреть меня, когда раненцы. Все бывает. А вот с этим. С этим. Вот с тем, что вас ранят. Как раз. С тем, что вас ранят. И нужно раб... Эээ... Ну, нужно проживать. Понимаете? Нужно проживать то, что вас ранят. Нужно учиться взаимодействовать. Эээ... То, что вас ранят. Эээ... 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 Обращаться с этим. Понимаете? Это, как бы... Эээ... 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 Ээ... Я надеюсь, что довольно подробно вам это донес и надеюсь, что он довольно подробно вам показал, как вот это происходит, как это работает. На этом все, Леонид. Надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что вы сформулируете обратную связь на мой ответ. Это может послужить началом вашей работы над собой. В заключении мне хотел бы сказать, что вы боитесь менять. Так или иначе вы меняетесь. Так или иначе людей вы будете терять. Это нормально. Чем больше вы меняетесь, тем больше людей вы будете терять. Потому что люди-то, они вас, условно говоря, не заказывали таким новым. Каким вы становитесь, они вас видят другим. И когда вы меняетесь, например, вы из сдержанного, например, человека превращаетесь в более такого импульсивного. Конечно, людям это не нравится. И, конечно, люди будут, ну, будут пытаться вас, там, образно говоря, переделать. Вот. Или даже не переделать, может быть, а просто, ну, как-то вот стараться либо вернуть вас в привычную стезю, в привычную колледжу взаимодействия, либо будут уходить. Вот. Это тоже, к сожалению или к счастью, я вот не знаю, но это тоже нормальная история. Ну, абсолютно нормальная история. Вот. И важно, чтобы вы, как мне кажется, это так же понимали. Чтобы вам было проще, чтобы вам было легче и так далее. Вот. Такова цена перемен. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Будем на связи и обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok